Бюджетный текущий год в Венсполсе был утверден после длительных обсуждений и позднее обычного, в феврале. Одной из основных причин задержки было повышение минимальной зарплаты и оклада учителей, требовавшее внимательного балансирования с другими расходами города. В соответствии с общим требованием сокращения расходов для всех самоуправлений, Венсполское управление образования столкнулось с необходимостью оптимизации. В результате было принято решение с 1 марта сократить рабочее время в дошкольных учреждениях, организовав дежурные группы утром и вечером, а также уменьшить рабочий день для педагогов. Всего 95 групп. В каждой из них педагоги и нянечки приходят в 7 утра и ожидают детей. В каждую группу приходит один, два или три ребенка. Везде горит электричество, и мы платим зарплаты. Вечером в последние полчаса работы в саду обычно остается примерно одна полная группа. Эта задача не для Думы, а для управления образованием, а также для руководства каждого дошкольного учреждения. Как организовать работу более эффективно? На мой взгляд, ключевым изменением является то, что для родителей ничего не меняется. Они будут приводить и забирать своих детей в удобное для них время, как обычно. Зарплата педагогов будет повышаться в зависимости от фактического времени работы. В январе Венспольская городская дума приняла решение предоставить управлению образованием возможность определения рабочего времени дошкольных образовательных учреждений. Инициатива по сокращению рабочего времени с 7.30 утра до 5.30 вечера основана на двухнедельном мониторинге и опросе образовательных учреждений, проведенных в январе. В любом случае можно принять решение, основываясь на объективных обстоятельствах, что в детском саду может быть и другое время работы. В Венсполсе, например, мы больше не встретим детей в детских садах после 6 часов вечера. Тем не менее, опрос показывает, что как минимум в шести венспольских семьях рабочий день родителей может заканчиваться после 6 часов вечера, и они могут забрать своего ребенка из детского сада только после своей работы. Учреждения уточняют, что такие случаи будут рассматриваться индивидуально. Глава управления образования подчеркивает, что она уполномочена гибко реагировать на подобные ситуации. С 18 до 19 часов предоставлялся час для педагогов, в рамках которого они выполняли другие свои обязанности. Если родители не могут забрать своего ребенка до 6 часов вечера, то в это время ребенок оставался под присмотром в детском саду. В текущем графике работы дошкольных образовательных учреждений будут работать только по вечерам понедельника, а в остальные дни будут изменения. Принятие таких решений не поддерживает министр образования и науки. Об этом она высказалась в программе латвийского радио «Крустпункта». Это будет посредник между работником и работодателем. Профсоюз, который способен эффективно разрешить подобные вопросы на месте. Неправильно, что зарплаты снижаются путем искусственного уменьшения ставок и проведения других манипуляций. Родители детей, посещающих Венспилские детские сады, были уведомлены об изменениях в графике работы учреждения через Е-класс. Сегодня утром они рассказали курзанскому телевидению, что новый режим не помешает им соблюдать трудовые обязанности. Тем не менее, они признают, что многим работодателям все равно предстоит столкнуться с фразой «Мне нельзя опаздывать, так как нужно забрать ребенка из садика до шести». Мы забираем ребенка до полшестого вечера. Единственное, с утра приводим раньше. Как вы считаете, это хорошее решение сэкономить деньги? Сложно рассуждать. Единственное, что я могу сказать, приходя в сад после 17-15 в нашей группе – один, два или три ребенка. В прошлом году очень мало было детей после пяти вечера. Надо ли сидеть в группе из-за одного ребенка? Думаю, дежурные группы – это хорошее решение. Они все равно вечером все вместе гуляют на улице. Привожу ребенка в 8 утра. Раньше приводить не приходилось. А забираю примерно в 4-10. Стараемся забрать своего ребенка около пяти часов вечера. Значит, к вам не относятся дежурные группы, которые будут работать с 1 марта? Надеюсь, что нет. Я забираю своего ребенка в промежутке с полпятого до пяти часов вечера. Бывало, конечно, что приходилось забирать его и позже. Хорошо, что есть дежурная группа. Не вижу никаких проблем. На образование в Венспасе будет потрачено 37% общих бюджетных расходов. И это составит 30 миллионов евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова